вот этот человек один из тех кто учит уничтожать деревья это такая правда страшная будем разбираться когда-то мой оппонент принципе мужик хороший но есть такие люди знаете как которые с обидой все воспринимают и этот фильм он воспримет с обидой посмотрите когда человек этот этот снятый фильм так когда этот человек взял и начал нам объяснять что корол дерево гибнет из-за того что вот этого дать что назвал мухи и лишайники в данном случае мы видим решение пока не вижу он стоит выбрал свои жертвы дерево изувеченное вну смерти сожалению здесь плохо видно но имея острый глаз после глаз я вижу раны кораны 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 то есть период большей молодости на этом деле было много искалеченных веток причем на концу видите я ничего не выдумываю вот это видно хорошо вот это видно это дерево было изувечено изувечено а тут еще белое пятно это зарано скорее всего его пытались чем-то закрасить скорее всего здесь вообще была гниющая и вот это гниющее дерево изувечено вышло он пытается вылечить он будет долго долго-долго-долго лечить одну ветку а вам придется поимея такие же деревья но некоторые не виноваты они говорят я купил участок а там уже все в это все больное как спасти ну такое дерево надо брать пилу но не для того чтобы пилу он тоже взял но я имею ввиду бензопилу итак смотрим значит еще раз видите рано 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 и он поменял вследствие с этим с причиной давайте тогда мы сейчас найдем мы сейчас найдем вот путь этот в этом году я я просто снял дело фотографии из его фильма останавливал фотографии и дальше будет так столько уже говорил об этом это просто ужас вот колесе деревьев мой земляк сосудской области вот эти чтобы занять занятия несчастных сейчас не буду только раз покажу чтобы занять этих а у них такие грустные глаза не заплатили деньги а чтобы 20 минут занять чтобы якобы заработал эти деньги он будет резать и резать и резать и резать смотрите внимание опа начинает опа вы видите ну смеяться грешно вы видите этих людей посмотрите на их рожи извините лица кому они поверили вы поняли нет я не это сейчас я давно не показывают вы видите вот это а вы видите что было и вот это он у него в руке спела для чего он это делал он доказывал что это все летки не нужны апрекосы не нужны не нужны не нужны вот ладно давайте убираться отсюда сейчас сюда как войти выйти выйду выйти а вот вот теперь мы ищем нашего героя потом небольшой перерывчик а еще раз я не могу видеть эту тимурезовку вот из этой фотографии взять на сайте разместить трехметровое дерево примерно пятилетние так у которого объем ну и обязанно сказать почему потому что завтра вы пойдете на рынок и быть среди вас москвичи есть есть а тимурезовцы сами привозят саженцы по всей московской области они запрещают людям приезжать тимурезовку академию питомник тимурезовку академии запрещает он говорит мы привык заплатить и мы привезем привозят а потом человек присылает мне фотографии господи что же они меня прислали а где же вы были а почему поверили а почему нельзя спора посмотреть а потом заплатить вот вам и это а вот эти студенты ничем не виноваты им сказали ребята по позируйте вот и вот этот примерно 7 литровый горшочек вставили корни чтобы они вошли было отрезано примерно 90 процентов корней даже 95 98 почему смотрите на это дерево даже не важно что за дерево ну с первой песене что это чуть ли не абрикос на первом это прогресс первом плане что вы видите вы видите опять что они взяли изувечия леваты чтобы был в стамп отвезли нижние ветки ладно уже калека но самое главное имея пятилетний дерево объем корней размещается на площади примерно куб 2 я не преувеличиваю я вам показывал корни всех пород помните я выкапал стараюсь сохранить помните теперь чтобы он в этот горшок вошел на заднем плане вот за их ними задницами видите что они не выросли они обманывают студенты еще будучи они обманывают людей если они начнут продавать сами если они возглавят плодопитомники или станут сотрудниками ну там допустим агроном ученый агроном есть такая профессия они отрезал на данный момент 95 процентов корней и не тронув крону наверняка не трону не считая того что делание рука там наверняка отрезали нижние ветки хотя надо нижние не трогать а верхние отрезы вот они вот это урода приготовили к продаже это их научили понимаете их научили и это самое современное это самое предприятие по по выпуску халтурсиков теряевская академия такой позор но я случайно увидел а я все еще ищу нашего героя и найду сколько здесь ценнейших фотографий если бы вы знали вот я все накрыла чтобы сгроить вы знаете сколько здесь добра говорить не переговорить мы с вами чего-то это будем изучать пускайте а что здесь делает девушкой причем тут здесь это садоводство а вот мы к этому еще придем вот не это все это все от меня услышите так мы ищем нашего героя а я заманиваю мне такие фильмы вот и как такими стать тоже научу или наоборот чтобы не становиться таким так сейчас я с вами что делаю еще нашего героя кстати как устроены муравейники знаете вот это тех кто не знает на нашу школе это проходили чтобы муравейники любой саду в лесу там где могут повредить огородить сплошным забором они перелезут в щелки но чтобы знали что такое муравейник что такая цивилизация древнее нас не уступающая нам ни в чем понимаете только здесь коллективный разум вот это вот это вот это чтобы такие специалисты которые светятся на экране ненавидящие муравьев чтобы они исчезли с экрана навсегда чтобы любовь природе победила все-таки они к этим самым к серебряникам ну я не могу я найду или не найду в конце концов держите мужик нашел вот все началось с этой фотографии смотрите сейчас он будет нас учить знаете как вот что вот это страшное зло в данном случае лишайник ну еще мог упоминает вот и начинает показывать якобы вот он не дает дереву жить он не знает что дерево наполнено мертвое именно под лишайником нет ни одной живой клетки вот последний где-то видите кусочек вот тут вот вот здесь я надеюсь курсор вида даже и на телефонах вот эти вот кусочки видите вот он кусочек он цепился там где погибло ну несколько там тысяч миллионов клеток они мертвые и вот он тут а тут еще не мертвое доберется то есть дерево гимнет а вот тут вот внизу внизу ближе к праву вы видите рано страшно он не знает для чего он он изувечил не он выбрал дерево больное но искалеченное если бы оно было не искалечено а на нем бы не было бы ему не о чем было бы говорить и он бы не заработал бы денег понимаете вот тут написано мхи лишайник мхом на деревьях вот он нас учится идем дальше вот нагнав жуки вот на этом дереве даже четче видно посмотрите страшные раны хорошо видно он не видит их ладно ладно а теперь кстати а и здесь раны хорошо видно дерево и изувечено он нас продолжает пугать знаете почему а вот все что сделал он на этом дереве это час два три вашей на одном дереве плюс этот самый лестнице или как они называются эти складные лестнице значит все это пригодится рискуя сломать шею вы будете обдирать иначе вы дерево не спасете якобы видели хорошо видите напугал теперь он начинает инструмент предлагать вот самый нежный инструмент сейчас он будет обдирать с помощью верхонки ладно не так страшно хотя честно я я считаю даже верхонка вреда почему с какого-то момента покрыв дерево дерево покрылась грибами лишайником мхом уже как симбионтами как защитой поняли защита уже теперь когда ткань стала мертвая это все должно быть в новых учебниках в новых эстоматика школьный программ и в институтской когда дерево погибло на нем кора она становится совершенно беззащитным и дальше от мороза спасения нет бах покрылась лишайником данное время все защита от мороза и дерево еще живо уже спасает как живое его показалось мало ход пошла спать или как он там мало вот обзадать что он обнажает сейчас когда не будет пусть это покров тоже лишайник живой вот сейчас когда он счистил часть решайника теперь мороза уже становится есть разгуляться дерево становится беззащитное а дальше хотите ему верьте хотите нет ах вы ему верите тогда начинайте скоблить ножом ах вам еще ножом а вот еще и пилой давайте резать лучше это самое не поняли кто прав и какого мне быть одному на всей планете где кто когда вам научил защищаться от этих самых от этих глупых приемов знаете как трудно быть одиночки а теперь он взял не щетку по которой чистят одежду обувь нет он взял щетку по металлу тоже калечить а дальше почему ведь под нее попадает не только сама по себе это самое лишайник данный момент под ним попадает и чистая кора и он ее обдирает у него калечит ну вот взять бы его опять спецназу допустим у меня власть абсолютно двое держит третий огоняет его по пояс верхнюю сейчас верхнюю ты проводит его где погрузили по спине вот этой штукой до крови понравилось вот нет больше деревне подходи и уничтожь черта и матери этот ролик вот так должно быть ну что вычистил ты вычистил одну ветку ты долго чистил а на дереве таких веток десятки ты думаешь что-то обрек людей а специалист теперь на мою жертву стал мужик серьезный может быть хорошим может быть с ним бы выпить коньяку поговорить там на перестройке как раньше говорили вот о чем угодно только по садоводству я говорить не буду кончится мордобоем вот а я все-таки боксом занимался поэтому лучше с тобой за один стол не садится когда я как мой оппонент сказал вы все оскорбляйте женщин девушки такие симпатичные одна вторая делает то же что колечит деревья а я издеваюсь над ними поневоле потому что я дерево не сажаешь а он заступался но они такие милые но они-то милые деревья за что с улыбкой можно уничтожить все на свете муравейники с улыбками сажают нет муравейники честно скажу вы сажают со злобой накрутят людей ух как они это страшнее ничего нет и добавить сажать муравьев главных от которых все зависит все состояние сада зависит урожай зависит здоровье долголетие вот ничего не смысле но они правят полонимы сколько вы просматривать 200 300 а сейчас можете того меньше youtube халис ладно высказался